Музыка Что такое лето? Это много света, это поле, это лес, это тысяча чудес. Это небе, облака, это быстрая река, это ялки, цветы, это синие высоты. Музыка Начинается звонкое лето, золотая настала пора, сразу море горячего цвета, дарит яркое солнце с утра. Ура! До лета остались считанные деньки. Я думаю, что уже каждый ребенок в предвкушении своих летних каникул, и каждый уже продумал, чем он будет заниматься целых три месяца. Вот, ребята, расскажите, пожалуйста, что вы будете делать летом? Я буду весь день, ну, все лето ездить по каникам. О, хорошее дело, будешь помогать им, да? Да. Молодец, Оскар. Так, Амеля? Я буду ездить на Голосевелев, мама ездит в парке. Так, Элина? Я буду все лето по паркам ездить на самокате. Здорово! Я думаю, что у вас действительно будет самое яркое, насыщенное и веселое лето. Я думаю, что каждый будет, конечно же, встречаться со своими друзьями. Правда, ребят? Да. Здорово! Ну и, конечно же, самое главное, чтобы летом ребенок также продолжал развиваться и обучаться, чтобы эти три месяца тоже пролетели не просто так. И вопрос нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Дорогие наши телезрители, внимание на экран. Как вы думаете, чем заняться ребенку на каникулах, чтобы следующий год был успешным? Вот такой очень интересный вопрос. Поэтому, дорогие родители, скорее звоните по номеру телефона 254-70-08 и отвечайте на этот вопрос. Наш сегодняшний эфир посвящен продуктивным летним каникулам. И, конечно же, каждый, кто дозвонится, получит вот такой подарочный сертификат на целых тысячу рублей. Так, давайте, дорогие телезрители, я вам крупным планом покажу. Так, чтобы вы тоже увидели. Поэтому, скорее, звоните. Подарочный сертификат у нас в детский центр развития Kids School. Поэтому, скорее, звоните, отвечайте на вопрос и выигрывайте вот такой подарочный сертификат. А вот я, кстати, ребят, считаю, что каждый ребенок обязательно летом должен ходить хотя бы один раз в месяц в музей. Вот вы ходите в музей? Я? Нет. Я не лазу, не был в музее. Кто? Вот это да. Вот я хочу. Ай-яй-яй, мама, Оскара. Так, Амеля, ходишь в музей? Нет, я тоже не хожу. Так, вот сейчас мы выясним. Элина? Тоже нет. Вот это да. Но я думаю, что после нашего эфира обязательно сходите. А у нас, ребята, между прочим, есть уже звонок в студии. Здравствуйте, представьтесь. Алло, здравствуйте, меня зовут Гузель. Здравствуйте, Гузель, скажите, пожалуйста, сколько лет вашему ребенку? Восемь лет. Так, скажите, пожалуйста, что вы будете делать, чтобы ваше лето было продуктивным и следующий год для ребенка стал самым успешным? Мы, конечно же, будем читать иногда книжки и не забывать таблицу умножения. Все равно нужно ее... Нужно повторять, заниматься, да, несмотря на лето, несмотря на отдых. Спасибо большое за звонок. Этот подарочный сертификат в детский центр развития Kids.co отправляется к вам. Поэтому вы можете прийти к нам на телеканал и на ресепшене забрать подарочный сертификат. Мы вас будем с нетерпением ждать. Спасибо. Ну, а я возвращаюсь к теме музеев. Я думаю, что после нашего сюжета не только ребята, не только Аскар, Амелия и Элина отправятся в музей. Ну, а также и вы, дорогие наши телезрители. Ведь ученицы нашей детской медиашколы выяснили, какие лучше всего музеи посетить в нашем городе вместе с детками. Поэтому смотрим, запоминаем. Музеи – это неотъемлемая часть культурного наследия. Они охватывают практически все сферы жизни. Человечество, искусство, наука, историю, географию. Музей для ребенка – это дверь в большой мир. Экспонаты музеев притягивают и завораживают. Бытливые глаза детей – они являются источником первых конкретных знаний. И сегодня я расскажу о трех музеях нашего города, которые можно посетить вместе с детьми. Музей леса в Уфе существует с 1981 года, расположен в двухэтажном здании на территории лесопарка имени лесоводов Башкирии. В музее можно узнать о работе лесоводов, охране и защите леса, увидеть чучело из животных и пещеру со стаактитами. Дети до 7 лет могут посетить экспозицию бесплатно. Республиканский музей боевой славы в Уфе, расположен в Парке Победы, был создан в 2000 году в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для дошкольника посвящение музея бесплатное. Музей коневодства и конного спорта при ипподроме Ак-Бузат, экспозиция которой рассказывает об истории башкирской породы лошадей, развитии конного спорта и егорикосменов. Вход в музей свободный, возможно, проведение экскурсии по предварительным заявкам. В Уфе насчитывается более 50 музеев, поэтому если не знаете, куда отправиться всей семьей, посещение музея будет лучшим решением. С вами была Злата Шарафутина, спасибо за внимание. Наш сегодняшний эфир семейного телевизионного шоу «Детки Бум» посвящен успешным, а самое главное, продуктивным летним каникулам. Поэтому, дорогие наши родители, скорее звоните к нам в эфир по номеру телефона 254-70-08 и отвечайте на довольно простой, но интересный вопрос. Что же делать ребенку летом на каникулах, чтобы следующий его год в учебе был самым успешным? Звоните, отвечайте и получайте вот такие подарочные сертификаты в детский центр развития «Кидскул». Вот такой подарочный сертификат, еще раз показали для наших телезрителей, чтобы был стимул позвонить. И в нашей студии, как вы думаете, кто правильно? Давайте я вам представлю. Основатель детских центров развития «Кидскул» Екатерина Токунова. И также Екатерина пришла в нашу студию не одна, а вместе с вожатой детских центров «Кидскул» Еленой Солюяновой. Здорово! Ну, я вижу, что, Елена, вы пришли к нам не с пустыми руками, да, как истинная вожатая, а принесли задания для детей. Поэтому давайте рассказывайте, что же наши детки сейчас будут делать, что же они будут выполнять, и очень здорово, что они уже сейчас начнут у нас развиваться. Мы сейчас будем выполнять роспись на таких глиняных фигурках. Каждый сделает то, что он хочет, выберет свою фигурку и сделает ту роспись, которую он захочет. Так, ребят, поэтому давайте выбираем скорее себе фигурку, выбираем цвет, который вы будете разукрашивать, и берем в руки кисточки. Вот такое интересное задание у нас сейчас. Можно розными цветами? Конечно, не можно, а нужно, чтобы твоя фигурка получилась самой яркой, интересной и красивой. Так, ну что, наши детки уже начали развиваться, и поэтому Елена, я думаю, что с вами, Екатерина, я думаю, что мы сейчас с вами сможем все обсудить и ответить на все наши вопросы, в том числе и вопросы телезрителей. Скажите, пожалуйста, впереди у нас лето, три месяца отдыха. Скажите, пожалуйста, какую программу вы приготовили для деток на лето? Ну, вообще, лето это самый такой веселый, самый яркий период в нашем центре, потому что на протяжении четырех лет мы уже для деток в возрасте от шести до шестнадцати лет организуем детский городской развлекательный лагерь. Самое главное слово это развлекательный, конечно, потому что там детки веселятся, играют, познают новое, то есть формат такой больше развлекательный. Да, я знаю, что каждая смена у вас будет на определенную тематику, поэтому давайте для наших телезрителей тоже сейчас выведем фотографии в эфир, чтобы они увидели, какая же тематика будет во время лагеря. Итак, первая смена, давайте, рассказывайте. Первая смена у нас стартует с 29 мая, как раз когда школьники заканчивают свое обучение, и тема будет посвящена очень трендовой, загадочной теме, это Wednesday. Все знают, кто такая Wednesday, все знают танец Wednesday, это сейчас очень популярно, очень трендово, и на самом деле сейчас большинство деток, будет, что родители уже записались на эту именно смену из всех остальных, сейчас выбирают именно тему Wednesday, потому что она прям такая сейчас в топе находится. Так, отлично, вторая смена у нас будет на какую тему? Вторая тема Minecraft, тоже достаточно популярная игра, детки играют на телефоне, компьютере, строят лего-фигурки, человечков, тоже такая излюбленная тема достаточно. Третья тема, Гарри Поттер, вселенная Гарри Поттера, эта тема, она актуальна не только, наверное, для детей, она актуальна для родителей, тоже очень они любят, естественно, то, что вселенную Гарри Поттера смотрит более старшее поколение, но дети тоже этим увлекаются достаточно много, читают книжки, поэтому тема тоже классная. И четвертая смена, это по мотивам мультика «Крыльцы и хомяк тьмы». Эта смена будет про дружбу, про то, что вместе ребята всего достигнут, что все вместе получится. Здорово! Но я знаю, что у вас не только есть детский летний лагерь, но также летом будут и проводиться интенсивы. Что это за интенсивы? Ну, да, помимо того, что у нас лагерная программа, которая с 9 до 6 часов проходит, то есть основное время нашего центра занято лагерем, у нас также будут интенсив курсы. Они подойдут для дошкольников и школьников. Если это дошкольник, то, соответственно, мы поможем подготовить к первому классу. То есть это чтение, математика, окружающий мир, письмо, русский язык. Если это школьник, то, соответственно, подойдут курсы скорочтения. То есть это курс для того, чтобы увеличить скорость чтения, память, внимание, концентрацию, понимать, что он читает, полюбить чтение. А каллиграфия непосредственно это корректировка и постановка почерка. То есть если родителя, ребенка, учитель не устраивает почерк, то к нам могут обратиться, и мы за лет этот почерк поправим. Так, то есть вообще с какого возраста могут прийти к вам детки заниматься, обучаться? Я думаю, наверное, где-то с двух лет даже, да, возможно? Или для двухлетних деток еще пока нет такой программы? Нет, с двух лет еще, к сожалению, нет такой программы. Помимо тех курсов, которые я ранее перечислила, у нас еще есть курс Вундеркинд. То есть это комплексное занятие для детей с четырех лет. То есть вот с четырех лет мы начинаем деток принимать. Потому что у нас больше формат центра все-таки обучающий, и с четырех лет мы уже начинаем именно обучать чтению. То есть, конечно, все это в игровом формате, но уже они сидят за партами. То есть так не просто на коврике, как это нужно трехлетним деткам, поэтому с четырех лет. Так, а вот сколько обычно в группе деток? Маленькие, большие группы? Потому что это тоже важно во время обучения. Да, это, конечно, я соглашусь с вами. Вообще в основном до шести человек. То есть группы бывают и по одному человеку, и по два человека. Ну, максимальное количество шесть. А вот во время лагеря, во время летней смены? Максимальное количество филиалей. У нас два филиала, максимальное количество 20 человек. Тоже, чтобы было комфортно всем деткам, чтобы всем уделялось достаточное количество внимания. Вот, двадцать. Так, то есть у вас, смотрите, во время вот самое главное, да, потому что сейчас у нас наш эфир посвящен именно развитию ребенка во время летних каникул. У вас будет четыре смены, а вот в одной смене один отряд или несколько отрядов? Или как вот у вас происходит это подразделение? Ну, смотрите, по поводу отрядов. У нас все детки, они находятся вместе. То есть в возрасте от шести до четырнадцать лет они, в принципе, в одном помещении, естественно, находятся. Вместе, все вместе мы выезжаем на экскурсии. То есть у нас еще в лагере ежедневные экскурсии проходят. То есть на экскурсии, естественно, мы выезжаем все вместе. Вот, а когда, например, у нас проходят мастер-классы творческие, кулинарные, какие-то занятия определенные, квесты, квизы, где требуется возрастное разграничение, там мы их делим на отряды. Как интересно, интересно. Вот вы так хорошо рассказывали, что вот наши телезрители тоже решили уже позвонить к нам в эфир, да, Екатерина, и ответить на вопрос, чтобы получить подарочный сертификат на тысячу рублей в вашем детский центре развития Kids Coast. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня тоже зовут Екатерина. Тоже зовут Екатерина, да, так какое совпадение. Скажите, пожалуйста, сколько лет вашему ребенку? У меня два ребенка, одному шесть, другому восемь. Так, хорошо. Какие планы на лето? Да, какие планы на лето у вас? Планы на лето. У меня у младшего планы это в деревне, поехать в деревню с бабушкой, рыбачить, ходить в лес. Неплохо. У меня, как и у старшей, а у младшего планы. То же самое, да, тоже отправятся они вместе в деревню к бабушке, как у нас отправится Аскар, как он уже сказал в самом начале программы. Ну, я думаю, что все равно детки будут приезжать домой и нужно будет заниматься, развивать наших детей. Поэтому я дарю вам вместе с Екатериной вот такой подарочный сертификат. Даже два, да, наверное, мы подарим? Конечно, конечно, два ребенка. Два подарочных сертификата, два ребенка, два подарочных сертификата в детский центр развития КИДСКУ. Спасибо вам большое за звонок. Сертификаты можете забрать у нас на телеканале. Ну, а мы продолжаем. Екатерина, давайте тоже нашим телезрителям покажем фотографии, да, как проходят занятия, как проходят различные мастер-классы в вашем детском центре развития. Итак, вот мы видим то, что детки также выходят на конные прогулки, да? Да, да, то есть это вот у нас ежедневные, как я говорила, экскурсии. Мы выезжаем, то есть таких экскурсий просто масса. Это катание на лошадях, боулинг, кино, театры, музеи, те же самые. Учатся готовить также, вот мы видим. Да, не учатся готовить, это на кулинарных мастер-классах. Это все проходит в вашем центре, да? Мастер-классы, да, мастер-классы на территории центра, соответственно, экскурсии, это уже по разным локациям города. То есть это основная фишка нашего лагеря, то, что мы везде разъезжаем. Так, да, химические шоу, да, также у вас? Да, да, мы приглашаем тоже различных людей, да, которые устраивают нам химические шоу, анимационные программы, то есть, ну, тоже используем помощь извне. Отлично. Так, ну, а мы видим то, что ребята у нас, наши участники семейного телевизионного шоу «Детки Бум» отлично справляются с заданием Елены. Так, давайте, Елена, рассказывайте, как у вас проходит процесс. Замечательно, все выбрали цвета, вот яркие у них получаются фигуры, как наше яркое лето предстоит. Вот, каждый выбрал себе цвет. Так, такие мастер-классы тоже у нас проходят в рамках летнего лагеря. Да, да, да. Отлично. Но я хочу напомнить то, что до лета остались считанные деньки, и наши маленькие телезрители тоже уже в предвкушении летних каникул, и поэтому отправляют в нашу редакцию нашего телеканала свои фотографии, летние фотографии с прошлого сезона. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же они проводили то лето, после чего обязательно вернемся и посмотрим, какие же у нас фигурки, разноцветные фигурки получились у ребят. Продолжение следует... 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 А у нас в гостях Екатерина Токунова, основатель детских центров развития Kids School. Екатерина, расскажите, пожалуйста, отличается ли то поколение деток от нынешнего? То есть, вот, например, современные детки, да, например, по сравнению 10 лет назад, то что отличается или нет? Ну, кардинального прям, конечно, отличия нету, что прям совершенно разные дети, просто с каждым годом, естественно, растет жизненный темп. Как у взрослых, взрослые это тоже, в принципе, замечают, так и у детей. То есть, дети за один день, они получают большое количество информации, за неделю они получают очень много эмоций, и у них сейчас очень много источников, откуда могут черпать информацию. Телефоны, вот это, наверное, самая главная проблема. Да, здесь, конечно, вот то, что коммуникация между детками сейчас теряется, и они, на самом деле, сейчас не все умеют общаться друг с другом именно вживую, да, то есть сейчас вот проще WhatsApp написать, да, например, сообщение, чем нежели вот так на улицу пойти погулять. Ну, и, конечно, сейчас по сравнению с детками, если брать 10 лет назад, да, большие требования школ и родителей, конечно, да, и поэтому, если раньше первоклассник шел в школу, он не хотел, точнее, не должен был уметь читать, писать, знать математику, да, основные навыки, то сейчас, конечно, требования возросли, ребенок должен владеть этими навыками всеми, вот, поэтому сейчас зачастую уже с 3-4 лет деток отдают в развивающий центр, чтобы ребенку помочь в этом. Так, давайте еще раз для наших телезрителей расскажем, по какому адресу вы находитесь, я думаю, что многие заинтересовались и, думаю, что взяли тоже на заметку, куда же отдать своего ребенка во время летних каникул, поэтому давайте громко, чтобы все еще раз запомнили. Хорошо, два филиала, первый филиал Менделеева 150-4, второй филиал Софьперос 36. Здорово, ну и, конечно же, самое главное, всегда огромную роль играет педагог, вот, в свой центр развития принимаете каких педагогов, именно чтобы у них было педагогическое образование, или, может, достаточно окончания обычных курсов? Ну, смотрите, да, раньше было с этим более строго, то есть педагог должен быть только с педагогическим образованием, но сейчас реалии немножко меняются в любом случае, и достаточно, в принципе, того, чтобы педагог прошел курс, полностью был готов к программам, которым обучает центр, и самый главный критерий – это любовь к детям. То есть, если учитель замученный, если он с трудом идет на работу и не выносит детей, конечно, такого учителя… О каких результатах мы можем говорить. Да, конечно, это нужно прям гореть душой, поэтому, когда мы подбираем педагогов, только такие. Да, чтобы была огромная любовь к детям, видите, это самое прекрасное. Так, ну и Елена у нас уже вместе с детками дорисовали свои гипсовые фигурки, давайте, ребята, покажем нашим телезрителям, что же у вас по итогу получилось. Такие красивые разноцветные фигурки. Ну что, давайте, ребята, рассказывайте. Так, Элин, давай ты первая начнешь. Кто у тебя такой в руках? Мышка. Мышка, зеленые ушки, да, такой мышка, прям терминатор у нас получился. Так, хорошо. Амеля? У меня котик вот такой. Так, ну ты его еще не дорисовала, да? Не дорисовала? У меня вот это белый цвет. А, специально, да, так сделала? Так, хорошо. У меня еще не засохло. Я везде проводила. Поэтому я не буду трогать, да, Оскар? Да. Я везде чаще напроводила, из-за этого краска на одно и то же место наводилась, и из-за этого она у медведя засыхала. Так, ребята, расскажите, а почему вы выбрали именно такие фигурки? Вот, Оскар, почему ты выбрал именно бабочку? Потому что бабочка это что-то типа символа лета. Она, как, ну, она жук. Вот, она летняя. Так, согласна с тобой, дочь. Обычно бабочки такого яркого солнечного цвета. А солнце знак лето, потому что оно, именно солнце, он загревает всю площадь, избавляясь от снега. Я думаю, что какие мысли у Оскары, верно сказал? Комичка вообще молодец. Так, да. Так, Амеля, ты как, почему именно выбрала такую фигурку? Котики, потому что такие приятные, хорошенькие. Мягкие, пушистые, да? У тебя есть дома котик? Нет. Но, наверное, очень хочешь. Хочешь? Да. Поэтому мамам, Амели, возьмите на заметку. Амеле срочно нужен котик. Так, да, Оскар? И этот, а у моей нанеки есть кот. У меня две нанеки и два кота. И ты, наверное, очень счастлив, да? Да. Счастливое детство у Оскара, как я еще могу сказать. Так, ну что, Элин, давай ты рассказывай, почему выбрал именно мышку? Потому что мышка, это мое самое любимое животное. Действительно, и сказать уже и дополнить нечего. Здорово, спасибо большое, ребята, спасибо большое вам, что пришли к нам на эфир, подробно все рассказали. Я также хочу напомнить нашим телезрителям, то, что мы продолжаем розыгрыш подарочных сертификатов в детский центр развития Китску. И я думаю, что каждому ребенку, который тоже сегодня принимал участие в эфире, мы тоже подарим вот такой сертификат. Обязательно. Так, держи, Оскар. Приходите в лагерь на занятия, будем очень рады. Вот такой яркий, интересный эфир у нас получился вместе с детским центром развития Китску. Ну а мы переходим дальше и продолжаем рассказывать про развитие ребенка во время летних каникул. Ну и, конечно же, развитие должно быть не только интеллектуальное, но и физическое. Ребенок должен постоянно бегать, прыгать, заниматься спортом. И ученица нашей детской медиашколы, София Константинова, тоже приготовила для нас небольшой сюжет и рассказала парочку лайфхаков. Как же нужно правильно бегать, каких правил нужно придерживаться. Поэтому смотрим, после чего мы обязательно вернемся. Бег – это естественное и привычное для детей движение. И это часть подвижных игр. Беговые тренировки помогут стать ребенку здоровым, энергичным, волевым и выносливым. С 14-15 лет можно начинать серьезные беговые нагрузки. Но если вам сейчас 8 лет, как мне, то физическая нагрузка должна быть минимальная. Перед каждой тренировкой нужно делать разминку. А какую, я сейчас вам покажу. Первое – повороты головой вправо-влево. Второе – наклоны головы вверх-вниз. Следующее движение – круговые вращения руками. Начинай. Раз, два, три. Переходим к вращению корпуса. Плавно переходим к разминке дозабедренного сустава. Повторяем за мной. А теперь переходим вниз. Начинаем разминать колени. Разминка коленей закончена. Переходим на голеностоп. Только после такой разминки мы можем начинать бежать. Люди бегают ради хорошего самочувствия, настроения и хорошей фигуры. Бег закаляет организм. Поэтому спортсмены реже просты варь. С каждым днем на улице все больше и больше солнца. Поэтому хватит сидеть дома. Берем с собой друзей и бегом начинаем заниматься спортом. С вами была София Константинова. Специально для семейного шоу «Детский бук». Спасибо за внимание. Наш сегодняшний эфир посвящен продуктивному лету. И у нас хорошие новости для вас, дорогие наши телезрители. Впервые на телеканале «Вся Уфа» во время летних каникул мы запускаем «Детский телеклуб». Телеклуб – это погружение в мир журналистики и телевидения в период летних каникул в формате ежедневного дневного пребывания. Телеклуб – это увлекательные занятия на столичном телеканале «Вся Уфа». Экскурсии на радио, мастер-классы от актеров театра и кино, выступления в прямых эфирах. Телеклуб – это пространство, где ребята почувствуют раскрепощение и научатся выступать перед публикой. В одной смене у нас будет примерно 15 ребят. Будут созданы все условия для того, чтобы ребенку было комфортно обучаться. А самое главное – интересное. Поэтому, дорогие телезрители, скорее звоните по номеру телефона 8-917-771-0961 и записывайте своего ребенка в наш детский телеклуб. А также можно принять участие в обучении абсолютно бесплатно. Что же нужно сделать? Для этого спросите вы. А все очень легко и просто. Необходимо просто записать своего ребенка на видео, где он показывает свое выступление. То есть выступление должно быть ярким и интересным. Также можно отправить выступление, где он выступает на сцене или на каком-либо мероприятии. Ролик должен идти по длительности 30 секунд, После чего мы начнем проводить опрос среди наших телезрителей и выбирать лучшее выступление ребят. И победитель получит обучение в нашем телеклубе. Поэтому, дорогие телезрители, скорее отправляйте видео своего ребенка. Мы его также покажем в эфире, а потом и, конечно же, вручим подарки. Ну а еще более подробно о конкурсе мы сейчас узнаем из нашего промо-ролика. Талант вашего ребенка увидит вся Уфа. Хотите, чтобы ваш ребенок в период летних каникул погрузился в мир журналистики, то тогда скорее отправляйте по номеру телефона, который видите на своем экране творческие выступления своих ребят. 20 мая в наших социальных сетях мы начнем проводить голосование за лучший творческий номер. А 1 июня в режиме прямого эфира мы определим победителя, который получит бесплатное обучение в нашем телеклубе. Спорт – это жизнь, движение и здоровье. Сейчас заниматься в фитнес-клубе или выходить на пробежку стало очень популярным и актуальным. Можно встретить часто мам, которые вместе со своими детками занимаются спортом, выбегают в парке и проводят очень полезно свое время. Ну и, конечно же, нужно уметь делать гимнастику, зарядку и нужно это делать правильно. А как это нужно и как это правильно, расскажет нам Индира, фитнес-мама, которая, да, здравствуйте, для Гульшат, мамы Аскара, а также для наших девчонок, для меня, а также для вас, наши телезрители, проведет сейчас фитнес-тренировку. Поэтому встаем перед экранами телевизора и повторяем все движения за нами. Так, давайте, с чего нужно начать? Вообще надо размять полностью тело. Начинаем с головы, заканчиваем прыжками. Отлично, ну что, ребята, готовы повторять? Готовы, не слышу вас? Да! Не слышу, давайте громким! Да! Гульшат, а вы готовы? Готовы! Заниматься вместе со Аскаром. Отлично, тогда повторяем все за Индирой. Поехали, голова вперед-назад. Стороны, через точку. Держим в одну сторону. Хорошо, в другую. Плечики назад. Угу, отлично. То же самое вперед. Угу, локти крутим. Так. Ручки вперед. Угу. Обратно то же самое. Молодцы. Угу. Таз крутим аккуратно вперед-назад. Круговое движение. Угу. Угу. Хорошо. Наклончики. Поехали в одну сторону. Ручки выпрямляем. Угу. И в другую сторону. Ага. Теперь вперед. Ручки вместе. И вперед качаем. Ага. Стороны ручки выпрямляем. Вниз. К одной ножке. К одной ножке. Другой. И назад. Ручки назад. Хорошо. Молодцы. Все закончили. Отлично. А сколько по времени должна длиться такая разминка? Ну, пять минут. Этого будет достаточно. Так. После разминки, каким мы должны переходить упражнения? Ну, немножко прыжки сделать. Так. Давайте попробуем. Хорошо. Ну, давайте мы, ребят, сейчас посмотрим, как это будет делать Индира. А вы, дорогие наши телезрители, будете повторять за нашим фитнес-тренером. На месте. Аккуратно. Пяточки к себе, да. Назад подтягиваем. Ножки вперед. Носочки тянем вниз. Да. Давайте, давайте. Хорошо получается у вас. На месте. Ножки стороны к себе. Стороны к себе. Так. Хорошо. А вот для мамы и ребенка есть ли какое-то совместное упражнение, чтобы фитнес-тренировка была еще веселее и энергичнее? Ну, это можно сделать и мамам, и деткам. В принципе, все упражнения, как бы, можно комбинировать. А вот именно упражнения в паре? По парам, да, можно сделать. Давайте, чтобы у нас гульшот вместе со Скаром, со своими сыном, сыночком сейчас для наших телезрителей тоже продемонстрировала это упражнение. Так, давайте сделаем приседания напротив друг друга, стоим. Так, а вы, девчонки, давайте тоже друг напротив друга. А я буду за вами смотреть. Присели, встали и хлопок делаем. Да. Друг дружки. Интересно. Еще. Приседаем. Так, давайте, девчонки, приседаем вначале, присели и хлопок. Так. Ага. Супер, отлично. Девчонки у нас не могут сделать синхроны. Давайте еще раз попробуем. Так, давайте мы повернулись друг к другу. Давайте тоже гульшот вместе со Скаром. Друг дружки. Еще раз покажем мастер-класс. Ага. Сейчас вместе. Давайте я буду командовать. Присели. 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 Стали. И хлопок. Ага. Еще присели. Присели. Хлопок. И хлопок. Да, супер. Еще. Так, интересно, интересно. Так, еще какое упражнение можно? Ну, можно сделать на коврике. Так. А если стоя? Стоя, да. Да, потому что все равно на улицу не все берут коврики, если стоя упражнение. Да, можно сделать выпады. Так, это как будет происходить? Передняя ножка 90 градусов, коленочка за носочек вперед не выходит, задняя ножка уходит вниз, тоже 90 градусов в угол, поднимаемся, хоп, друг дружке даем ножку. Ага, тоже это нужно встать друг напротив друга. Итак, давайте еще раз. Встаем, девчонки, давайте друг напротив друга. Хоп, выпад, ножку назад. Ножку, да, хоп, так, да, и хлопок. И хлопок друг друга, круто. Давайте еще раз. Ножка, хлопок, вниз, да, и хлопок, хоп. Так, и еще раз. Давайте еще раз, да, и хлопок. Хорошо, супер. Для ребят, если это выполнять самостоятельно, пока еще сложно, да, сложновато. Да, первый раз сложно. Так, и давайте еще третье финальное упражнение. Давайте сделаем. Один садится на присед, ручки вперед вытягивает, а второй впереди бежит и коленочки подтягивает наверх. Вперед, вперед. Так, один из нас, из вас садится, да. Вот напротив, 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 да. Тоже одна садится вниз. Ну, главное для ребят, чтобы куда-то бежать, прыгать. И самое главное, чтобы это было интересно и забавно для ребят. Это как мы видим, что ребятам это упражнение очень понравилось. Так, хорошо, Ангел, расскажите, пожалуйста. Ну, тренироваться, да, заниматься спортом, спортом это недостаточно, да. Для того, чтобы всегда быть стройным и здоровым, нужно, конечно же, еще придерживаться правильному питанию. Да, согласна. Так, какое должно быть питание? Вообще чистое, без всяких сложных, точнее, быстрых углеводов. Это исключатель из-за рациона, всякие чипсы, конфеты. Ребята, кушайте чипсы? Кушайте? Давайте только правду. Оскар, скажи, кушаю, бывает, да? Ну, да. Да, хорошо. Графировки, нужно кушать больше овощей, фруктов. И тогда будет все супер. Красивая фигура, красивое тело и здоровье. Да. И главное, не переедать. Да, согласна. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли на эфир. Ну что, ребята, вам понравилось? Да. Так, гушат, вы запомнили, какую нужно тренировку делать вместе с сыном? Да. Парные, вообще классные упражнения. Видя, Аскара тоже очень понравилась. И это самое главное. Девчонки, вам тоже понравилось? Вместе с мамой вы будете так тренироваться? Да. Как-то неуверенно, сказала Амеле. Будешь? Да. Элина? Да. Замечательно. Ну а нам пора прощаться. Не хочется, но придется. Сегодня у нас очень прошел тоже душевный эфир. Спасибо, дорогие телезрители, тоже вам, что были на протяжении всего эфира вместе с нами. Ну и по традиции я предлагаю попрощаться с нашими телезрителями всем вместе и сказать пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин